Всем привет! С вами Серж, Sidesoul Finder. Сегодня у нас в студии очередная новинка Nike Zoom Ascension. Это такая модель, достаточно спорная. Она появилась в весеннюю коллекцию, но только в одном магазине в России. Я не знаю почему, но как есть. И только в летнюю коллекцию они уже стали появляться у других продавцов, что сделало их такими загадочными. Назовем их самые загадочные кроссовки 2016 года. Достаточно громкое имя, но тем не менее, как есть. Модель имеет такой быстрый силуэт, как я его называю. То есть они не очень широкие, заниженный потолок носовой части и такие прям гладкие. Линии такие прям скорость, action. Ну я не знаю, мне очень нравится. Очень нравится и силуэт, и реализация. И реализация, но в меру. Скажу в меру, потому что это бюджетные кроссовки. Я, как король кроссовочной всея Руси, просто не могу любить бюджетки. Между нами классовая роза. Я не могу. Но мне нравится. Все очень просто. Зум Ascension выполнены из текстильного плетения. Такое синтетическое. Не вязаная, не меш. Прострочка этих кроссовок напоминает мне, во-первых, Superfly 5, а во-вторых, Jordan 31. То есть там тоже вкраплениями идут такие нитки простеганные. Конечно, для бюджетных кроссовок это такой намек на большую статусность, но я не думаю, что это кому-то нужно. В принципе, у нас есть составляющая от Flyknit здесь. Это шнуровка. Наверное, самый интересный момент этих кроссовок. Лишь одна петля, одна толстая нейлоновая нить держит все петли. Шнурки плоские, а вот эти петли дополняются простеганной частью. Видите? То есть нитка продевается в эти петли, а потом шнурки продеваются в эти петли. Насколько эффективно это решение, я не знаю. Предполагать я тоже не хочу. Но как дизайнеры постарались, молодцы. Подчеркнем. В области пятки под такой достаточно тонкой сеткой скрывается мягкий материал. Мы периодически видим в других кроссовках, но вот не так отчетливо. Просто мягкая штучка, которой наполнили отсеки, и они обеспечивают дополнительную мягкость. Вот и все. Шнуровка дополняется еще двумя петлями верхней части. С двух сторон. И интересно, что не вертикальная шнуровка, а как бы горизонтальная. То есть она уходит вглубь. Не завязывая шнурки здесь, вы петлю еще одну углубляете в свою ногу. Не знаю, как это еще сказать. Ну, в общем, достаточно просто. Все достаточно просто и естественно. Носовая часть внутри, ну это второй башмак. Достану, покажу. Надеюсь, это никак не показатель происходящего в студии, а чистая случайность. Подошва напомнила мне гиперквикнес. Первые, наверное. Такие были они. Желто-бирюзовые. Желто-бирюзовые. Вот у них была очень похожая подошва. Здесь на Zoom располагается технология. Я не знаю, как. Я, к сожалению, не нашел информацию. Да, скажу честно, я ее искал 3 секунды. Поэтому я ее не нашел. Я думаю, что вам это удастся лучше. Вы можете посмотреть по выступам. Выступов нет. Предположу, что Zoom только в передней части. Рисунок простая, классная такая елочка. Будет очень эффективной. В зале точно. На улице возможно. Вернее, не так. На улице возможно ее хватит надолго. А возможно и нет. Достаю второй ботиночек. Я его расшнуровал предварительно. Внутри, как и снаружи, все достаточно просто. Название модели. Наполнен такой пухленький материал. Сапожок. Сапожок бесконечный. Не просто резиночка посередине. Вот вы видите прошивку. Новую прошивку ИОС-10. Шутка. Здесь кармашек. Тут можно много что спрятать. При необходимости. И вы видите, что никаких наполнителей особо сильных с внутренней стороны тоже нет. Вот как выглядит шнуровка без шнурков. А вот как выглядит нос без наполнителя. Ну, скажем, без вставки. Поэтому заломы на них не то чтобы будут видны, но могут появиться. Вот так. Скажу загадочно. Почему я называю эти кроссовки бюджетками? Потому что это самые дешевые кроссовки в сезоне лета 2016 года. Лето-осень. Стоят они 6000 рублей. 6000 рублей. Да, это бюджетные кроссовки. Это примерно сейчас 90 долларов. 90 долларов у нас нет таких цен. Ближайшие к ним это Prime Hype 2. Но они еще не очень появились. Или не везде. И они стоят 6500. То есть, ну, 97 долларов. Нет. Сколько я сказал? 90 эти стоят. А эти 96-97 долларов. Просто по курсу пересчет. Какие из них лучше, я не знаю. Prime Hype скоро приедут. Я их обязательно обозрю. А сейчас лидерство по праву у этих кроссовок. И по сочетанию цена-качество, это, конечно, лучшая модель. Просто исходя из цены. Они достаточно качественные и недорогие. Такое вот сочетание цена-качество. Потому что назвать гиперданки сочетание цены-качество, это не совсем так. Потому что к цене, как я уже говорил, и буду говорить в ближайшее время, к цене мы еще не прибудли. К сожалению. Так, друзья. С вами был обозреватель Серж. Сайт SoulFinder. Оставайтесь с нами. Впереди еще горы интересных новинок. Салют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok